Боль в шее, невозможность повернуть голову, напряжение мышц шеи и плечевого пояса. Вероятно, большинство людей испытывали на себе эти симптомы. Они мешают вести привычный образ жизни, работать, даже спать. А при разговоре и во время еды каждое движение челюстями отдает в шею и голову. При появлении такой проблемы хочется поскорее от нее избавиться. В дело идут современные медикаменты и народные бабушкино средства. Перед продолжением видео приглашаем подписаться на канал, чтобы не пропустить каждый наш новый и полезный сюжет. Почему болит шея? Боль в шее, по-научному цервикалгия, чаще всего связана с проблемами позвоночника и мышечных волокон, но может иметь и другой характер. Разделяют на вертеброгенные, то есть обусловленные исключительно патологией позвоночника, и все другие невертеброгенные причины этого симптома. Боль в шее чаще всего локализуется по задней или боковой поверхности шеи и обусловлена остеохондрозом позвоночника, нарушением структуры межпозвонковых дисков, ущемлением грыж, корешковым синдромом, воспалением мышечных волокон, миозитом, сосудистой недостаточностью. Боль по передней поверхности, наряду с развитием нарушений в позвонках и мышцах, может появиться при заболеваниях щитовидной железы, особенно при увеличении и наличии узлов, воспалительных изменениях в горле на фоне респираторной инфекции или ангины, проблемах с пищеводом, рефлюксной болезнью, когда забрасывается секрет из желудка в пищевод. Если боли в шее связаны с патологией других органов, то помимо болезненных ощущений, имеются симптомы поражения этих органов. При проблемах со щитовидной железой, гипотиреоз или гипертиреоз. Если заинтересована глотка, то дискомфорт при глотании, першении в горле и часто температура, а при поражении желудочно-кишечного тракта – изжога, отрыжка, тошнота, горечь во рту. Боли могут возникнуть остро и развиваться постепенно. Провоцируют боли в шее. Длительное пребывание в неудобном или напряженном положении, например, во время сна или при управлении автомобилем. Локальное воздействие холодного воздуха, общее переохлаждение, неудачно сделанное движение, которое привело к спазму мышц, сотрясение тела и травмы, ношение неудобной одежды. Боль в шее может быть разной интенсивности, возникать в покое и при движении, проводиться в руки, спину, голову. Она приводит к снижению работоспособности, ухудшает настроение и вообще сильно мешает вести привычный образ жизни. Поэтому люди стремятся как можно быстрее купировать неприятные ощущения и для этого применяют не только аптечные средства, но и рецепты народной медицины. Только обязательно нужно быть уверенным, что боли в шее связаны именно с костно-мышечной системой, а не обусловлены болезнями щитовидной железы, лимфатических узлов, миндалин или пищевода. Боли в шее от позвоночника чаще всего возникают очень остро, спровоцированы неудачным движением или напряжением. Бывают после сна и после длительного вождения автомобиля или занятия на компьютере, выполнение домашней работы, связаны с ношением и поднятием тяжестей, сопровождаются напряжением мышц шеи и спины, проявляются болезненным прощупыванием плотных мышечных волокон. При этом не бывает симптомов общей интоксикации, не повышается температура, нет проявлений воспалительного синдрома. Если вам нравятся наши видеосюжеты, то расскажите о них всем своим знакомым. Что сделать при боли в шее? Когда появились болезненные ощущения в шее, возникают трудности при повороте головы, сложно найти удобное положение, стоит следовать некоторым простым советам. Постараться минимизировать движение шеи, создать максимальный покой мышцам и позвонкам. При необходимости поворачиваться всем телом, а не крутить, испытывая боль шеей. Использовать ортопедическую подушку. Согревающие компрессы и растирания делать преимущественно на ночь, чтобы сохранять тепло и покой больному органу. Отказаться от занятий, требующих напряжения шеи. Максимально ограничить физические нагрузки и поднятие тяжестей. Исключить влияние сквозняков, работающих кондиционера и вентилятора. Выходя на улицу, надевать теплый шарф. Проводить неинтенсивный самомассаж проблемной зоны. При появлении болей в шее, стоит убедиться, что симптом не связан с лимфоузлами или внутренними органами. При возникновении сомнений, посетить сразу врача. Домашние средства от боли в шее. Преодолеть внезапно появившуюся боль в шее помогут домашние средства. Компресс из картофеля и меда. Натереть на терке очищенный сырой клубень картофеля. Смешать с таким же количеством жидкого меда. Если мед загустел или засахарился, то его можно растопить на водяной бане. Полученную смесь наложить на больное место. Компресс из соленой воды. Простое и эффективное средство. Растворить в 500 мл горячей воды столовую ложку соли. Пока вода не остыла, намочить тряпочку и положить на шею в том месте, где ощущается боль. Сок хрена смешать с водкой в одинаковых количествах. Смазывать шею для устранения боли. Мась из яйца с маслом. Взбить куриное яйцо и перемешать со 100 мл подсолнечного масла. В полученную смесь добавить по 20 г уксуса и муки. Настоять 48 часов. Натирать там, где болит, перед сном. Настойка из чеснока. Две головки чеснока почистить и зубчики измельчить. Залить стаканом водки. Настоять несколько часов, но можно использовать и сразу. Втирать без особых усилий. При миозите поможет сухая сода, которой просто надо посыпать затвердевшую и спазмированную мышцу. Использовать домашние средства удобно. Они всегда есть под рукой. Просто нет необходимости в никаких специальных приспособлениях. Выгодно. Не надо тратить много денег. Обычно достаточно эффективно. Если в течение нескольких дней положительный эффект отсутствует, то надо обратиться к врачу. Профилактика боли в шее. Часто болезнь проще не допустить, чем долго лечить. Чтобы не болела шея. Не допускать длительного пребывания в одном положении. Делать разминку каждые 20-30 минут. Сидя, стараться удерживать спину прямо и расслаблять плечи. Стараться не поднимать плечи вверх. Спать на ортопедическом матрасе и ортопедической подушке. Жесткость подбирать индивидуально. Не выдвигать голову вперед. Не сидеть с наклоненной головой. Сидя, добиваться такого положения, когда колени ниже бедер. Ежедневно делать упражнения для шеи. Они должны быть необременительными и не вызывать неприятных ощущений. Это просто повороты головой и наклоны в стороны. Простые упражнения укрепят мышцы шеи. Проводить закаливающие процедуры и в то же время одеваться по погоде. Не злоупотреблять кондиционерами, вентиляторами. Настраивать приборы так, чтобы не было прямого потока воздуха. Избегать сквозняков. Друзья, от боли в суставах, в коленях и даже от зубной боли могут помочь озонирные масла от компании BioPatriot. Масла могут быть жидкие для удобства в массаже. Масла могут быть гелеобразные. Причем делаю акцент на том, что это чисто озонирное масло. Здесь масло, жировая субстанция и озон, О3, газ. Никаких консервантов, никаких загустителей. То есть абсолютно чистое сырье, которое может быть использовано локально, на любых коленях, суставах. Позволяет справиться с инфекцией, даже самой резистентной, с которой не справляются никакие антибиотики. Подавляет даже хламидий, даже внутриклещенных паразитов. И способствует улучшению микроциркуляции, способствует улучшению лимфотоку. Это именно то, что так необходимо каждому без исключения. То есть максимум насыщения кислорода, максимум улучшения циркуляции всех наших жидкостей. Стимулирующий эффект для наших клеток, чтобы они начали процесс регенерации. И, что самое главное, снятие воспалительного процесса, который всегда сопровождается отечностью и болевым синдромом. Эти масла получили уже тысячу отзывов от живых людей. Это все более подробно в моих телеграм-группах. И, друзья, я посылал масла даже в госпиталя военные. И там происходило заживление у бойцов до трех раз быстрее и помогало даже при боевых отравлениях. Такие вот советские технологии, которые сейчас стали доступны повсеместно. Друзья, вы можете приобрести озонированное подсолнечное, оливковое, льняное масло. Самое главное, что озон здесь находится в виде полимера. Он разрывает углеродные связи, встраивается и в форме озонидов удерживается до трех лет. Расход озонированного масла совсем небольшой, так что пару капель достаточно для одноразового локального применения. Применять можно ежедневно, несколько раз в день. Можно сочетать с другими средствами, эфирными маслами, фитотерапией и, конечно же, фармой для тех, кто разбирается или у кого есть хороший лечащий врач.